Всем привет, недавно я наткнулся на игру о которой меня некоторые спрашивали, а задавали мне такой вопрос, существуют ли игры в жанре автомобильных гонок в которых можно заработать денег. Я сначала отвечал что нет, но недавно мне скинули на проверку одну такую игру, она красочная, динамичная и не очень сильно надоедает. Сейчас я вам ее покажу, все расскажу и в конце как обычно покажу вывод денег и вы узнаете стоит в нее играть с целью заработка или нет. Поэтому ставьте лайк в ансам за правдивую информацию, подписывайтесь и включайте колокольчик и мы начинаем. И так называется эта игра Turbo 84 Earn Real Bitcoin, здесь вы едете по вечернему городу, вот такие вот скриншоты, пока вы едете вам нужно избегать препятствий и собирать монетки и билеты. Адекватных и понятных отзывов здесь к сожалению нету, поэтому я решил сделать обзор и рассказать вам что здесь и к чему. Ну и давайте сразу же запускать эту игру. нажимаю играть, нужно подождать пока она прогрузится и вот так выглядит наше меню. Здесь мы уже сразу же видим нашу машину, как она потихоньку едет, а внизу находится кнопки меню. Первое меню это у нас гараж, здесь вы можете покупать разные машины и улучшения, но по отзывам на заработок это никак не влияет, это было сделано просто для разнообразия. То есть просто чтобы у вас было желание как можно дольше играть в эту игру, прокачиваться, покупать разные машины и за счет этого как бы разработчики и больше заработает. Я тут открыл и купил всего лишь пару улучшений, поэтому я как бы сильно не увлекался. Все улучшения в игре покупаются за голубые вот эти вот монетки, их можно получать в процессе игры, пока вы едете собирать их, либо же во втором меню, вот здесь за просмотры рекламы. Вот дают по 100 вот этих монет, но также если хотите вы можете задонатить и отключить полностью рекламу, купить сразу же все машины, либо же купить 5000 вот этих вот монет, но здесь как видите они называются токены. Далее в третьем меню находится ваш баланс билетов, а также там можно посмотреть когда проходит розыгрыш денег, и сколько вы выиграли, если выиграли, но и вывести деньги тоже можно там, но об этом чуть позже. Потом в четвертом меню есть вот такая вот рулетка, которую вы можете крутить каждые 20 минут и здесь вот тоже выигрывать вот эти голубые монеты для прокачки машины. И в пятом последнем меню находится вот просто рекордсмены данной игры по скорости и по дистанции. Теперь показываю как здесь играть. Нажимаем tap to play и у нас включается игра. Нажимаем на правую часть экрана, у нас машина поворачивает вправо, если на левую то влево. Вот такие здесь есть препятствия, их нужно избегать. Так, если мы наезжаем на вот эти зеленые стрелочки, то у нас машина ускоряется. Но если не наезжать, она также ускоряется, но чуть медленнее. Вот появились первые препятствия, это такие ржавые бочки, которые катаются то от левой, то в правую сторону дороги. Так, вот начали появляться вот эти токены и голубые монеты. Ну и наша задача проехать как можно дальше и собрать как можно больше билетов и вот этих токенов. Ну хотя токены не обязательно собирать. Как я уже говорил, они нужны только для прокачки машин. На выигры с денег оно не влияет. Ну и давайте я сейчас ускорю видео и попробую как можно дальше проехать. Вы посмотрите как происходит здесь игровой процесс. Как видите, я уже привык к управлению и довольно неплохо приловчился к игре, поэтому могу далеко проехать. Так, вот здесь мне уже не повезло, но я могу восстановиться ну один раз за просмотр рекламы. То есть могу возобновить игру и продолжить играть. Так, сейчас должен появиться крестик, чтобы закрыть рекламу. Вот и я продолжаю. А, кстати да, я забыл еще сказать, вот внизу у меня куплены прокачки. У меня есть нитро, это ускорение вот, но оно не сильно заметно, но машина понемногу ускоряется. Так же вот еще есть такие трамплины, которые появляются чуть позже. Ну и еще вот у меня есть такая функция магнита, которую я тоже получил, но не сразу. Как видите, магнит не очень долго действует. Ладно, в общем, давайте я специально врежусь, чтобы не затягивать видео. Вот, и еще здесь дается возможность, вот видите, я 21 билет пропустил, я могу их получить за просмотр рекламы. Советую это делать, если у вас там от 10 билетов пропущено. То есть пока вы ехали, вы там какие-то не заметили или не могли к ним подъехать. И вот, когда вы проиграли, вам дается возможность, ну то есть дополучить их. Поэтому, если у вас там более 10 билетов, советую смотреть рекламу. Но если там пару билетов, то тогда нету смысла тратить на это время. Вот, и теперь мне вот начислили 54 из 54. Ну и таким образом, как я вам только что продемонстрировал, вы играете и собираете билеты. Если хотите, для разнообразия игры можете покупать улучшения и другие машины. А вот эти фиолетовые билеты, они нужны для участия в ежедневном розыгрыше денег. Только платят здесь не в рублях или долларах, а в криптовалюте. А именно в биткоине, точнее в лайтнинг биткоине. Заходим в меню с билетами. Вот и здесь отображается мой баланс билетов. Потом ниже показывается, сколько человек сегодня участвует в ежедневном розыгрыше. На данный момент это 1182 человека. Потом показано, сколько в сумме билетов было заработано этими людьми. Ну и в том числе я здесь тоже нахожусь. И вот показывается, сколько времени осталось до проведения розыгрыша. Ну розыгрыш этот автоматически проводится. То есть там, можно сказать, по щелчку пальцев оно происходит. Вы потом заходите в игру и видите, выиграли вы или нет. А в нижней части экрана, как видите, показаны возможные призы. Одному человеку может повезти и выпасть 5000 сатош. Это примерно 175 рублей. Но это если бы эти сатоши были от реального биткоина. А здесь какой-то лайтнинг биткоин, поэтому полагаю, что эта сумма намного меньше. Ну и дальше идут призы вот все меньше и меньше. Ну именно в сумме меньше, но самих призов больше. Я поиграл в эту игру 2 дня и играл примерно около часа полтора в день. За первый день я насобрал около 1200 билетов, а на следующий день около 800 билетов. Ну и сегодня вот снова 814 набрал. Кстати, в случае выигрыша, вы когда заходите в игру, то у вас на иконке меню с билетами здесь будет такая красная иконка с восклицательным знаком. Вы заходите в это меню и затем этот восклицательный знак будет еще рядом на иконке с биткоина. И вот как видите, в первый день я выиграл 50 сатоши и потом во второй день 40 сатоши. В сумме получается 90 сатоши и это может быть по курсу текущему биткоина около 3 рублей. Но так как здесь, как я уже упоминал в начале видео, это должен быть какой-то лайтнин биткоин, то наверное еще меньше рублей. Но это еще не все. Смотрите дальше, какие здесь есть еще подводные камни с выводом денег. Кстати, чтобы забрать и вывести свой выигрыш на кошелек, дается 5 дней. Как видите, я вот специально пооставлял эти выигрыши, чтобы при вас вывести эти деньги на кошелек. А вводит данная игра тот биткоин на такой кошелек, который называется Wallet of Satoshi. Он очень простой, здесь можно даже не регистрироваться. Вы его скачали, открыли и уже можете пользоваться. Ну а я открываю свой. Вот. Вот так вот он быстро открывается и загружается. Ну как видите, у меня пока что здесь 0. Но если вы планируете им долго пользоваться, то чтобы не потерять свой баланс, если вы вдруг удалите его с телефона или захотите установить на другое устройство, то можете привязать к нему свою электронную почту и тем самым пройти такую легкую регистрацию. Это делается вот в этом правом боковом меню. По вот этой красной кнопке войдите, чтобы создать резервную копию. Нажимаете. Вот здесь вводите свою почту. Вот написано, чтобы сохранить свой биткоин или использовать свою учетную запись на нескольких устройствах, войдите в систему. Здесь введете свою почту, войдете и все. Я думаю, что там просто на почту придет что-то типа какого-то кода и на этом привязка почты и закончится. Но я пока что этого не делал. Итак, здесь я нажимаю отменить и возвращаюсь в игру, чтобы вывести деньги. Здесь по-моему даже ничего не нужно вводить, никаких адресов. Как бы игра сама видеть установленный кошелек на телефоне и вводит на него сатоши. Ну сейчас посмотрим. Я нажимаю Claim All. Да, и все. Как видите, оно автоматически перевело мне 90 сатоши на данный кошелек. Я нажимаю Хорошо. Вот оно пишет оплата в пути и все. А, ну и здесь вот показывается 90 вот этих сатоши данного по-моему Lightning биткоина равняется 4 центам. Если это действительно так, то это около 3 рублей. И теперь, чтобы вывести с этого кошелька на какой-то другой и там обменять биткоин на рубли, вам нужно отсканировать QR-код адреса биткоин кошелька, либо загрузить скриншот этого QR-кода. То есть нажимаем отправить. У нас открывается камера, но я покажу как это сделать через скриншот. Вот у меня есть скриншот с QR-кодом адреса биткоин кошелька. Вот оно его считало и вот здесь... А, блин, сейчас еще раз. Я не думал, что оно закроется. И здесь есть вот такой неприятный момент. Здесь пишется, что комиссия на вывод составляет 6000 сатоши. Это около 3 долларов. То есть, если вы, например, собрали 10000 сатоши, ну, здесь вы их будете копить, наверное, довольно долго, около месяца или двух. То вам придется 6 из этих 10 просто отдать тупо за комиссию. А выведут вам 4000 сатоши. Ну, это будет меньше 3 долларов. Но я на ютубе нашел инструкцию по тому, как вывести деньги с этого кошелька с маленькой комиссией всего в 1%. Вот это видео, я его уже сегодня смотрел. И там все понятно показано. Ну, в принципе, на английском, но я думаю, что разберетесь. Для этого вам нужно будет воспользоваться одним онлайн-обменником. Давайте я покажу вам то, что было в данном видео. Для того, чтобы воспользоваться онлайн-обменником, вам нужно зайти в это боковое меню и здесь выбрать интернет-магазины. У вас открывается браузер. Здесь такой вот какой-то специальный сайт. И здесь вам нужно ввести FixedFloat. Ну, как видите, я уже пробовал. Нажимаете Search и вот у вас открывается поисковая выдача. Вот вам нужно перейти на такой сайт. FixedFloat.com Вот. И это обменник криптовалют. Здесь вверху вам нужно выбрать, вот как я говорил, Bitcoin Lightning. Вот. Ну, а здесь уже там выбираете или на Bitcoin вы хотите его обменять, или на ETH. Ну, например, вот на ETH. А, минималка на вывод здесь. Вот. Вот 8000 сатоши. Ну, это если на ETH выводить. Если там на Bitcoin или еще куда-то там, по-разному нужно смотреть. Вот. Как вы видели, здесь есть довольно много вариантов. Вот. Если захотите, то можете зайти на данный сайт и посмотреть. Но, по-моему, минимум там от 2000 сатоши. То есть, вам нужно в игре наиграть 2000 сатоши. Даже чуть больше. Ну, и как я сказал, да. Здесь вот у этого обменника довольно низкая комиссия. Вот. Всего лишь 1%. Ну, а вот в этом вот англоязычном видео вы можете посмотреть все это наглядно. То, что только что я вам объяснил. Это если вам понравится данная игра, и вы планируете в ней все-таки попробовать позарабатывать. Я заморачиваться с этой игрой не стал. Так как здесь у вас идет не гарантированный и прогнозируемый заработок, а выигрыш денег. То есть, может быть такое, что вы целый день сидели и играли, а по итогу ничего не выиграли. И получается, вы потратили день впустую. Поэтому смысла тратить время на эту игру я не вижу. Да, сама по себе игра прикольная и красочная, но заработок здесь не какущий. Разве что так. Для удовольствия периодически заходить, играть и потом со временем у вас там накопится пару тысяч сатоши. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, что думаете по поводу этой игры. А также подписывайтесь на канал для новых подобных видео о заработке на телефоне. Пока!